А единственная в Санкт-Петербурге церковь о имя Рождества Пресвятой Богородицы при Государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова переживая трудные времена. В продолжение 15 лет приход церкви стоически переносит отсутствие стационарного помещения для проведения богослужений, а с прошлого года и вовсе лишен возможности служить литургию в стенах консерватории. Рождество Твое, Богородице Деву, радость возлести всей вселенной. Православный храм в стенах Санкт-Петербургской консерватории появился в самом конце XIX века. В результате перестройки здания Большого театра на Театральной площади под нужды вновь образованного музыкального учебного заведения. Среди жертвователей храма были известные люди того времени. Так протеерей Иоанн Кронштадтский подарил храму серебряные сосуды для совершения божественной литургии, а родственники Петра Ильича Чайковского заказали образ святого апостола Петра на вечное поминовение великого композитора и выпускника консерватории. Эти и некоторые другие реликвии храма после его закрытия и переоборудования под библиотеку были переданы в Николы Богоевленский морской собор. Одно время нас пускали в читальный зал, но это было и хорошо, потому что это пространство бывшего храма, но, с другой стороны, очень неудобно, потому что не только этот иконостас, но и все необходимые утварь, и святой престол, и жертвник приходилось смонтировать, всю мебель из читального зала выносить, убирать все после совершения богослужения, опять все вносить. Это очень тяжело. 15 лет мы это все делали, и даже не имели возможности поэтому регулярно совершать божественную литургию, потому что это все очень непросто. На сегодня это и есть единственный в Северной столице храм Рождества Пресвятой Богородицы. В небольшой учебной аудитории, которая по средам собирает музыкантов-подвижников, можно проводить только молебны и панихиды. Литургии в консерватории не служатся уже с прошлого года. К сожалению, в том году в консерватории случилась большая протечка, все протекло и в читальном зале, и мы, соответственно, не могли даже служить временной литургии. И стали мы служить в детском доме, в доме-интернате. Несмотря на отсутствие своего помещения, приход ведет большую общественную работу. Социальный, организационный, просветительский, исторический, педагогический, шейно-декоративный, художественно-оформительский, транспортный, концертно-праздничный отделы способны решить любой вопрос внешней и внутренней жизни прихода. Любой, кроме одного, о решении которого прихожане этого виртуального на них храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы уповая только на Божью помощь. Умягчи сердца начальствующих, да не творят препятия к воссозданию храма сего, и во время благоприятных вся потребная к обновлению храма сего твоим божественным промыслом изобильно умножим. Церковь не в бревнах, а в ребрах. И храм очень важно, конечно, воссоздать, но очень важно, чтобы этот храм сразу же наполнился жизнью. И поэтому, я думаю, не только телезрители и канал «Союз», но и все, кто меня сейчас слышит, могут откликнуться на этот призыв и помолиться и о воссоздании храма при консерватории, и принять посильное участие в его создании. Спасибо. Спасибо. Спасибо.